Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Tecno Camon 18. И сейчас мы разберемся, как обойти защиту Google при сбросе пароля на данном девайсе. Итак, как видите, данный девайс у нас заблокирован. Мы его разблокировать сейчас не можем. Придется сбрасывать и пароль, и все данные с телефона. Для того, чтобы успешно обойти защиту Google, нам потребуется, во-первых, сеть Wi-Fi с интернет-подключением, во-вторых, незаблокированный телефон Android и активная сим-карта с ключом либо какой-то скрепкой для того, чтобы потом это все дело открыть и иметь возможность воспользоваться этим. Итак, что мы делаем с самого начала? Наш Tecno мы берем и выключаем. Отключить питание, смахиваем, делаем слайд вниз. Ждем гудка. После гудка ждем еще несколько секунд. После чего зажимаем две кнопки громкости. Зажимаем две кнопки громкости и кнопку питания. После чего кнопку питания отпускаем. Кнопки громкости продолжаем держать. Появляется такой вот андроидик. Зажимаем кнопку питания и нажимаем на кнопку увеличения громкости. Теперь мы перешли в Recovery Mode, либо же режим восстановления. Здесь нельзя воспользоваться сенсором, потому кнопкой уменьшения громкости мы идем вниз, кнопкой увеличения громкости идем вверх, кнопкой питания подтверждаем свой выбор. Здесь мы должны спуститься к Vibe Data and Factory Reset, зайти сюда, спуститься к Factory Data Reset и сбросить наши данные к заводским настройкам. Потом перезагрузить систему сейчас. И ждем, пока наш телефон перейдет на экран первичной настройки. Итак, мы оказались на экране стартовой настройки. Здесь мы можем выбрать себе русский язык, чтобы нам было удобнее ориентироваться. Переходим далее. Выбираем регион. Либо же страну, в которой обитаем. Если вашей страны нету в списке, просто выберите другие и идите далее. Пропускаем шаг с сим-картой. С Wi-Fi так не получится, потому нужно подключиться к Wi-Fi, у которого есть интернет. Дальше нажимаем на кнопку «Поделиться QR-кодом» и «Обмен с окружением». Включаем его. Дальше «Нужна помощь». Нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Поделиться статьей. Выбираем X-Share Mini. Разрешить при использовании приложения. И теперь пока что этот телефон оставляем. Берем телефон, который не был заблокирован. И подключен к сети. Открываем браузер. Продолжить. ОК. Открываем сайт «HardReset.info». Потом нажимаем на три полоски, то есть меню «Больше» в правом верхнем углу. И выбираем «Download», то есть «Загрузки». В имени файла мы вводим «Андроид 11». «Search». И загружаем «ФРП Байпас андроид 11». «Download». Все равно скачать. И файл скачать. И файл скачать. Теперь возвращаемся обратно к поиску. И вводим здесь уже «ФРП Байпас логин». «Байп браузер». «Байп браузер». «Байп браузер». Вот это вот приложение «Передача поделиться». Устанавливаем его. Когда приложение уже установлено, нажимаем «Открыть», «Принять» и «Продолжить». «При использовании приложения», «Предоставление разрешений». Здесь нужно пройти чуть в конец списка и поставить зеленую кнопку прямо на XShare. Выходим обратно, закрываем рекламу, «Предоставить разрешение». Ставим опять кнопку и нажимаем на сканер QR-кода вверху. Нажимаем на каждую из «Открыто», даем разрешение приложению. После чего нас закинет на сканер QR-кода. Сканируем QR-код, который изображен на заблокированном телефоне. И наши телефоны начнут подключение между собой. Файл, который мы отправляли с заблокированного телефона, уже отправлен. Но это только начало. Теперь нам нужно нажать на нашем разблокированном, не заблокированном, так правильно, не заблокированном телефоне. Кнопку «Отправить» и «Отправить еще». Теперь выбрать APK и отправить оба этих файла. Отправить. Они оба отправлены. И теперь на нашем заблокированном телефоне. Выбираем «Получить». И открываем «Bypass FFP». Нажимаем на три точки в правом верхнем углу и нажимаем на вход в браузере. Ок. Теперь здесь мы имеем возможность зайти в свой Gmail аккаунт. Тот Gmail аккаунт, от которого вы знаете пароль. Может тебе даже свой новый создать какой-то. Он тоже подойдет. вводим логин. Вводим логин. Либо же телефон, к которому привязана почта. Либо саму электронную почту. Идем дальше. Вводим пароль. И когда вверли пароль, нажимаем «Далее». «Далее». После входа в систему вас отправят назад. И так оно и должно быть. «Далее». Теперь возвращаемся прямо таки назад. Аж до выбора языка. Итак, мы на месте. Теперь вставляем сим-карту в наш телефон. Для этого мы ищем гнездо с расположенным в нем слотом. Оно находится с левой стороны телефона. Засовываем ключик в отверстие. Вынимаем слот. Берем нашу сим-карту и вставляем ее в нижнюю сторону слота. С золотистым покрытием. Когда вставляем вверх, а по факту вниз. Теперь возвращаем наш слот в гнездышко. Ждем пока сим-карта подключится. И нажимаем кнопку «Далее». «Далее». Этот телефон нам больше не понадобится. Мы можем его выключить. И здесь теперь мы нажимаем «Использовать мобильную сеть для настройки». «Далее». Тут мы соглашаемся с условиями использования. Нажимаем «Далее». «Далее». Итак, здесь мы нажимаем «Не копировать». И пока оно грузится здесь, мы вынимем сим-карту. «Далее». И оставим слот снаружи. Нажимаем «Далее». «Окей». «Еще, еще, еще. Принять». «Нет, спасибо». пропустить пропустить и стрелочка дальше пропустить в правом верхнем углу и уже почти все но для полной безопасности лучше зайти в настройки система сбросить настройки телефона удаление всех данных удаление всех данных удаление всех данных и на этом все наш телефон снова сбросится к заводским настройкам но уже по нормальному не останется ничего от паролей и ваш телефон уже спокойно будет работать штатном режиме только останется его настроить на этом все спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки до скорых встреч